Звуки леса или бегущей воды, звездное панно, световое сопровождение, успокаивающая атмосфера. Во вновь открывшейся сенсорной комнате детского дома номер 3 можно отдохнуть так, как нигде в другом месте. В этом уверены воспитанники учреждения. Мне нравится в бассейне купаться, там хорошо отдыхаешь. Тут тоже сидишь, можно помечтать тут. А в бассейне шарики и предназначен он для мышечного расслабления. Вся комната служит для психологической разрядки воспитанников детского дома. Сегодня ее оценил мэр Череповца Юрий Кузин. Раздели комнаты такой психологической разрядки. Она очень необходима. Они испытывают стресс или с чем это связано? Вы знаете, дети живут у нас в коллективе. И иногда им просто нужно побыть отдельно, а ну отдохнуть. Дома мы имеем такую возможность. А теперь в детском доме тоже есть такая комната. Дети могут побыть наедине с собой. Просто отдохнуть и расслабиться. Тяжелого дня. После экскурсии небольшое представление подготовлено к приходу гостей. Танцы, песни и, конечно же, мастер-класс по рисованию песком. Это будет просто какое-то пяточко. Ребенок сделал какое-то пяточко случайно. Ну и что? Если мы нарисуем пару глазиков, например, улыбочку, и вот у нас уже, пожалуйста, если пяточко такого, может получиться что-то такое интересное. Таким образом, панель для рисования песком еще раз поможет в развитии детей. Обустройство сенсорной комнаты стало возможным благодаря пожертвованиям жителей Череповца. Во-первых, я хотел высказать слова благодарности всем череповчанам, у кого есть желание участвовать в благотворительности, кто помогает людям, оказавшимся в беде. Независимо от формы пожертвования, независимо от формы помощи, такая помощь, она всегда необходима. Никто из нас не застрахован от того, чтобы оказаться в подобной ситуации. И если есть возможность помочь человеку, обязательно это надо делать. На сенсорной комнате все не заканчивается, ведь череповчане всегда готовы прийти на помощь своим согражданам, попавшим в трудную ситуацию. Семен Мануилов, Алексей Игнатьев, Олег Тюкаркин, информагентство «Череповец».